Тюменская линия Я думаю, что оценку дадут избиратели 2015 года в моей деятельности, но должен сказать, что мы за 2015 год получили 298 обращений, как письменных, так и устных и электронных. Должен сказать, что 197 обращений удовлетворено, а по 101 обращению даны разъяснения, проведены консультации. Поэтому коэффициент полезного действия больше 50%, это уже считаю, что неплохо в этой ситуации. Удалось в 2015 году помочь в большей степени организациям общего образования, организациям дошкольного образования, здравоохранения. По здравоохранению свыше 2,3 миллиона рублей, по учреждениям образовательным тоже свыше 2,3 и по молодежной политике и спортивным нашим объединениям полтора миллиона рублей. Поэтому насущные проблемы, с какими обращались к нам руководители вот этих организаций, они частично решены. Спасибо. Дмитрий Стемене интересуется, будете ли принимать участие в выборах 2016 года, и если да, то как выстроена Ваша предвыборная кампания? Понятно. Не планирую участвовать в следующем. Считаю, что нужно уступать дорогу молодым, поэтому ведет ротация депутатского корпуса в том числе. Поэтому я принял решение, что я отработал срок, один срок, и считаю, что потрудился нормально. Поэтому нужно дать другим молодым дорогу. А что больше всего вам нравилось в работе депутата? В работе депутата? Ну, конечно, это общение с избирателями, потому что центральный 17-й избирательный округ расположен прямо, совпадая с границами центрального административного округа. На территории находится свыше 8 тысяч организаций различной формы собственности. И, конечно, очень важно, ходил, куда приглашали в организации, в школы, в дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования, общения с людьми. И у нас прекрасные люди, у нас прекрасные дети в учреждении здравоохранения был, помогал людям, где-то заслуженным людям получить, отметить их наградами, в том числе и наградами Тюменской областной думы. Поэтому, наверное, самое главное, мне удалось пообщаться с населением. Спасибо. Следующий вопрос от Владимира из Тюмени. Он спрашивает, а с какими чаяниями обращаются к вам избиратели? И можете привести конкретные примеры помощи? Ну, конечно, могу. Должен сказать, что чаяния различная, но очень важная эта сфера ЖКХ, с вопросами по ЖКХ обращается, с жалобами на недобросовестную деятельность управляющих компаний. Теперь благоустройство очень важная ситуация, и поэтому мы движемся вроде бы и неплохо в этом направлении, но все равно кто-то остается в этой части. Округ разделен на две части избирательной рекой Тура. Поэтому были проблемы такого порядка в качестве наказов. Нужно было, чтобы мосты и расшивка произошла. К сожалению, мост в створе Челюскинцев построен. Не удалось построить мост пока, но он стоит в плане мост в створе улицы Мельникайте. Эти два моста уже изработали свой ресурс, практически нет. Поэтому, почему мост в Мельникайте одновременно планировалось строить мостом в створе Челюскинцев, причина банальная, не прошел госэкспертизу проект строительства этого моста. Но сейчас вроде все в порядке, средства выделены, и мост будет строиться. Поэтому вот такие. А чаще всего кто к вам приходит избиратель? Это какой возраст? Пожилые или, может быть, молодые приходят? Приходят и молодые. Но, конечно, больше у нас есть приемная на улице 8 марта, 1, 701 кабинет. Конечно, очень много приходят жителей, которые с животрепещущим проблемой, в том числе и малые имущие жители, приходят с конкретной помощью адресной, где-то нужно там одежду, нужен холодильник приобрести, там все. То есть, вот пытаемся помочь в этом направлении. Студенчество обращается со своими проблемами. А у них какие проблемы? Ну, как проблема, проблема досуга, как им ввести проблемы, в том числе и чисто дополнительное образование, как получить там все, то есть вот такие, с общежитием. Перевод на бюджет, к сожалению, это не входит в компетенцию. Сегодня в каждом ВУЗе есть правила перевода с платного обучения на бюджетное. И ВУЗы достаточно серьезные, это сфера ответственности ректора, они серьезно относятся к этому делу. Спасибо. Следующий вопрос от Ольги Соколова из Тюмени. Она спрашивает, удалось ли вам исполнить ваши предвыборные обещания, которые давали избирателям в прошлые выборы. И если да, то что конкретно, а если нет, то почему? В качестве наказов, вот были, я уже сказал, проблемы с мостами. Проблема с общественным транспортом после 22.00 за реку уехать было сложно. Эта проблема решена на сегодня. Очень остро стояла проблема по школам. Построена школа 94-я в третьем заречном микрорайоне. Достаточно серьезная проблема, она не только в Центральном избирательном округе, есть по детским садам. Построено два детских сада на улице РВЕ, новый детский сад, и второй корпус там же на улице РВЕ детского сада. Кроме того, проведена реконструкция и ремонт действующих детских садов, а их на территории округа 20 было детских садов, и были увеличены количество мест вот в этих группах, и поэтому проблема была снята. Одно из обещаний предвыборных наказов, вернее, есть такая школа номер 2, коррекционная школа, где учатся дети с ограниченными возможностями, они давали наказ приобрести автобус. Мы один из первых наказов реализовали, это ребятишки сегодня по городу, их собирают по городу, они на этом автобусе сегодня ездят. Кроме того, снос ветхого и аварийного жилья очень животрепещущий вопрос был, тоже эта программа выполняется, и даже чуть-чуть впереди идет правительство Тименской области здесь, поэтому, но все равно мы переводим то, что стояло на учете, появляются новые дома, которые становятся ветхими, и которые подлежат сносу, поэтому проблема достаточно животрепещущая, но она решается. Поэтому большинство наказов, которые было, мы постарались выполнить. Спасибо. Марина из Ишима спрашивает, вот принят закон о том, что люди старше 75 лет, на 50% для них снижена оплата за капитальный ремонт, а кто старше 80, у них вовсе она отменена. А почему нет никаких льгот, и не предусмотрены они для многодетных семей, неполных семей? Очень трудно выделять из семейного бюджета средства на эту статью расходов. Ну вот, должен сказать, что этот разговор был на заседании Думы, и давал пояснение губернатор Тюменской области, Владимир Владимирович Якушев, и сказал, что мы будем двигаться в этом направлении, то есть пошагово, все сразу, к сожалению, хотелось бы, чтобы все сразу было решено, но все сразу решить невозможно. Поэтому есть ограниченность в бюджетных средствах, в доходной части бюджета, вы знаете, сегодня ситуация очень непростая, но тем не менее, правительство Тюменской области практически все социальные программы оставило и берет на выполнение эти программы. Для реализации. Вопрос у Дмитрия из Тюмени. А на кого равняетесь в своей общественной работе? На кого равняетесь в своей общественной работе? Наверное, на лидеров Тюменской областной думе, на председателя Сергея Евгеньевича Карипанова. Очень активная позиция. Есть опытные депутаты, такие как Юрий Михайлович Конев, которые поработали и в Государственной думе, и в Тюменской областной работают. Поэтому я считаю, что в Тюменской областной думе много достойных депутатов и есть на кого равняться. А вы своим опытом делитесь с молодыми? Конечно, конечно. Вот, кстати, приходили молодые ребята на прием. Мы один-два раза в месяц проводим прием в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева на улице Водопроводной. Вот приходили, спрашивали ребята, а как вот сегодня попытать свои силы, поучаствовать в выборной кампании. Ну, вот, давал пояснение, делился своим опытом. Спасибо. Анна из Тюмени пишет, с какими просьбами к вам можно обращаться? Могут ли вас попросить взять на контроль благоустройство детской площадки по улице геологоразведчиков 13 и 7? Уже несколько лет просят, но ее как не было, так и нет. А детям негде играть. Ну, к сожалению, я должен сказать, что геологоразведчиков 13 входит в Ленинский округ, административный округ. Там депутат Тюменинской областной думы Сергей Михайлович Медведев. И поэтому, я думаю, что нужно обратиться на прием, прийти к Сергею Михайловичу Медведеву, и он возьмет на контроль этот вопрос, что здесь вот территориально... Ну, а к вам нужно обращаться с какими вопросами? Можно, но только в рамках Центрального административного округа. А Сергей из Елутероска пишет, что ждет высшее образование. Хотелось бы быть уверенным в завтрашнем дне. Должен сказать, что сегодня правительство сделало высшее образование предметом особой заботы. Есть несколько проектов, в частности, проект 5.100, где планируется и в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина должно не менее пяти вузов попасть в рейтинг первой сотни международного рейтинга. Должен сказать, что из Тюменской области в этом проекте сегодня участвует Тюменский государственный университет. Кроме того, наверное, знает, что произошло объединение Тюменского нефтегазового университета и Тюменского архитектурно-строительного университета и появился объединенный Тюменский индустриальный университет, который получил статус опорного вуза и тоже предмет особого внимания. А если в целом взять по России, то сегодня идет сокращение высших учебных заведений за счет объединения, за счет лишения слабых, то есть лишения лицензии либо аккредитации и чтобы как раз с целью пусть будет количество этих вузов меньше, зато качество образования будет выше. Потому что если взять для примера, в советские времена было 646 высших учебных заведений на все 15 союзных республик. то в 90-е годы этих вузов расплодилось свыше 1110 вузов и плюс 2000 филиалов. И поэтому сегодня Министерство образования и науки, а оно и является учредителем всех вузов, они сегодня взяли курс на то, чтобы сокращать эти вузы, оставлять сильные, слабые, присоединять к сильным вузам, чтобы те могли обеспечить вот то качество образования. То есть сегодня это предмет особой заботы у государства. Спасибо. Вопрос от Василия из Тюмени. Отслеживаете ли вы, как работают предприятия в непростое сейчас экономическое время в Тюмени, которые находятся на территории вашего избирательного округа? Отслеживаю. Мы общаемся сегодня, допустим, холдинговой компанией, фонд, достаточно тесно работаем, Атлант, Авто, генеральный директор Распутин, с ними общаемся. Химфармзавод сегодня работает на территории, поэтому непростое время, но есть основания, скажем так, для паники оснований нет, а есть основания для сдержанного оптимизма, я бы так сказал. Но они обращаются к Вам с какими-то определенными проблемами? Ну, да, мы сегодня, ну, во-первых, как сегодня поощрить лучших людей, с этими просьбами обращается, как сегодня с вопросами благоустройства обращается, вот, кстати, с холдинговой компанией, фонд, мы решили проблему благоустройства остановочного комплекса, там было достаточно плачевное состояние, сегодня мы эту проблему решили, они достаточно активны в этом направлении. Валентина из Тиминского района интересуется, вот в этом году все только говорят о паводке, как прошла пассивная в регионе, не получится так, что мы останемся осенью без хлеба и овощей? Не получится, потому что пассивная прошла в установленные сроки, и нынешняя весна, она очень ранняя, поэтому сегодня уже практически пассивная закончена, и поэтому наши аграрии, я думаю, что нас без хлеба, мягко говоря, не оставят. Леонид, интересуется, вот когда вы обсуждаете бюджет области на следующий год, ориентируетесь ли вы на курс доллара, и чего ждать от валюты в этом году? Ну, чего ждать от валюты в этом году, вопрос сложный, есть множество экспертов, которые говорят, сегодня курс доллара, конечно, практически привязан к цене на нефть, к биржевой цене на нефть, и поэтому мы зависим, к сожалению, вот от этого. Сегодня будет расти цена на нефть, значит, будет падать курс доллара, если не будет этого, то есть трудно сегодня произвести, есть разные оценки, и я думаю, что истина здесь вряд ли где-то кому-то удается достичь вот этой истины своих прогнозов. Что касается обсуждений бюджета, то бюджет Тюменской области, он в рублевом эквиваленте не привязывается, задается правительством Российской Федерации, вот прогноз, я знаю, что 50 долларов за баррель нефти был взят курс, к сожалению, мы пока только вот сейчас где-то 49, 82, по-моему, на сегодня баррель стоит, поэтому надо надеяться на лучшее. Следующий вопрос от Олега из Тюмени. Многие депутаты от партии «Единая Россия» являются координатами различных проектов партийных, а какой проект курируете вы? Я курирую проект «Ипотека для молодых преподавателей», потому что связано с моей образовательной деятельностью, должен сказать, что этот проект реализуется не только в Тюменской области, но и в соседях, и мы достаточно активно обмениваемся вот этой информацией. Должен сказать, что в Свердловской области 310 человек в прошлом году удалось реализовать вот это, получили ипотечный кредит, у нас 103 человека. В Курганской области 17 человек, допустим. Понятно, что вроде бы мы значительно уступаем в Свердловской области, но должен сказать, что в Свердловской области живет население 4,8 миллиона человек, а на юге Тюменской области 1,4 миллиона человек проживает. Поэтому цифры со Свердловской области примерно коррелируется. На следующий год этот проект будет дальше продолжать работать? Проект этот будет продолжаться. Другое дело, что сегодня опять же на федеральном уровне пока приостановлен этот проект из-за нехватки средств. Но я думаю, что мы из бюджета Тюменской области попытаемся, чтобы особенно для тех, кто на селе работает, этот проект конечно должен быть. Но вот из этих 103, кто уже получили ипотечный кредит, это в основном город Тюмени или все-таки районы? Нет, это районы, это Ишим, это Больск, здесь достаточно много людей было по этому моменту. Это не только Тюмень. А Елена Игнатова из Тюмени пишет, а поступают ли к вам от избирателей обращения, которые касаются благоустройства дворовых территорий? Если да, то как много таких обращений и как они выполняются? Поступают эти обращения. Мы достаточно тесно работаем с управой Центрального административного округа. И в этом году было благоустроено 13 объектов и 20 дворовых территорий. Поэтому в 2016 год, вот он сейчас только начинается, 11 объектов планируется благоустроить. То есть это уже есть в плане, движется в том числе и с учетом наших наказов у права администрации Центрального административного округа здесь действует. То есть вы участвуете в благоустройстве дворовых территорий? кто к вам обращается или отбираете? отбираем? Конечно, нет, отбираем, мы обращаемся, работаем ВКонтакте, где там, во-первых, там должна быть сметная документация, проектно-сметная документация, потому что бюджетные деньги можно выделить только в этом случае. Мы работаем вот на моей территории, пять депутатов работают Тюменской городской думы. в тесном контакте работаем и Романов Николай Владимирович, и другие депутаты, с которыми и они дают где-то информацию, то есть мы работаем в тесном контакте. Спасибо. Марина из Тюмени спрашивает, еще есть партийный проект, это дом для многодетной семьи, как в нем можно поучаствовать? Нужно обратиться к куратору проекта, у нас Артюхов Андрей Викторович курирует этот проект, в том числе депутаты из личных средств, и я не явился исключением в этом, мы вкладывали, чтобы для многодетной семьи, это была инициатива губернатора Владимира Владимировича, мы построили в том числе и за счет наших средств вот эти дела. Нужно обратиться к Артюхову Андрею Викторовичу и все разъяснения там не обязательно к нему лично, а к помощникам Андрея Викторовичу и там разъяснения дадут. Вот вы сказали, что вы в тесной взаимосвязи работаете и с депутатами городской думы и с представителями исполнительной власти, а как вы контролируете работу исполнительной власти и принимают ли они замечания, которые вы им даете? Ну, конечно, принимают. То есть, мы не замечания, а с предложением, потому что, ведь, когда приходит на прием кто-то и с предложением, в том числе, допустим, по благоустройству, мы обращаемся либо к главе администрации города Тюмени, к Мору Александру Викторовичу, запрос делаем, возможно ли там все, либо к Пальянову, главе управы Центрального административного округа вот этот запрос дали, они смотрят и, естественно, включают, если есть такая возможность, включают программу в свою деятельность. То есть, вот такое. Антонина из Тобольска интересуется, вот вы, часто вашу партию Дина Россия обвиняют в притеснении оппозиции, а как выстроена работа в областной думе с другими фракциями, и есть ли у них возможность высказывать свое мнение? Ну, во-первых, конечно, все равны, каждый депутат, независимо от партийной принадлежности, имеет право голоса, в том числе и на заседании комитетов, и на пленарном заседании думы, и у всех есть возможность вносить предложения по изменению законов, по разработке новых законов, и такие, в принципе, вещи есть, потому что я думаю, что немножко, в том числе и средства и массовой информации, эта тема чуть-чуть преувеличена, что тут вот такие единороссы прижимают, нет такого, нет, конечно, по крайней мере, я не видел, и если есть какие-то предложения, там, у справедливоросов, или там, у компартии Российской Федерации, либо у либерал-демократов, то эти предложения всегда рассматриваются, другое дело, что принимаются они или не принимаются, там надо смотреть эти возможности. Вот вопрос был про ВУЗы, про их объединение, вот здесь из Тобольска поступил вопрос о СУЗах, то есть будет ли проходить объединение вот этих учебных заведений? Ну, сегодня сказать сложно, но должен сказать, что сегодня это предмет заботы субъекта Федерации Тюменской области, и сегодня создаются на базе средних специальных учебных заведений так называемые функциональные центры, которые четко выстроены, допустим, в Тобольске. Один из серьезных потребителей кадров это Сибур компания, и поэтому СУЗы работают вот именно на эти заказы, то есть и сегодня Департамент образования и науки Тюменской области вот четко выстраивает, чтобы было взаимодействие тесное и системное между учебными заведениями и потребителями кадров. У нас достаточно много новых инвестиционных проектов, и там тоже нужно кадровое обеспечение, поэтому вот в том числе и под эти, то есть новые проекты должны работать. А будет объединение или нет, сегодня сказать не могу. Ну вот опять же вопрос о студентах и об образовании от Ильины из Тюмени. Она пишет о том, что выпускники Ямала и Югры учатся в Тюмени и для них есть такая программа и их обеспечивают рабочими местами на территории Тюменской области. А вот есть кого-то для тюменских студентов, которые их тоже будут трудоустраивать? Значит, что скажу по этому поводу? Во-первых, каждый вуз сегодня имеет обязанность распределения молодых специалистов. Для этого выстраивается договорная деятельность с предприятиями потребителями кадров. Больше того, хотел бы сказать, что правительство Тюменской области, те, кто сегодня не смог найти рабочее место, то определяет и финансирует стажировку этих выпускников, где он там стажируется, у него пока есть возможность и он получает какое-то вспомоществование материальное, то есть стажируется уже под конкретное место, где бы там он мог найти работу. Сегодня эта проблема достаточно животрепещущая, особенно многие ребята приходят на такие образовательные программы, как государственное муниципальное управление, финансы, кредит и так далее, то есть легко учиться там все, но сегодня потребность в этих специалистах она ограничена, и поэтому они создают дополнительное напряжение, поэтому здесь нужно сразу думать о том, а куда закончив вуз, где можно найти место, поэтому задачу нужно решать с конца. Вы сказали о том, что закончите свою депутатскую деятельность, а чем займетесь? Ну, во-первых, занимаюсь наукой, занимаюсь наукой, есть лаборатория диагностики неразрушающих методов контроля, поэтому наукой прикладной занимаюсь, потому что я трубопроводчик по направлению научной деятельности, поэтому... Владимир Васильевич, это были все вопросы от посетителей сайта информационного агентства Тюменской линии, у вас есть возможность обратиться к тем, кто следил за нашей интернет-конференцией? Ну, во-первых, хотел бы поблагодарить пользователей вашего сайта за те вопросы, которые прозвучали и которые, может быть, еще когда-то прозвучат. Хотел бы пожелать избирателям у нас этот год выборный, чтобы они сделали правильный выбор и выбрали депутатов, в том числе и Тюменской областной думы, и Государственной думы, те, которые могли бы эффективно на своих уровнях решать те проблемы, те задачи, которые стоят перед Тюменской областью. С одной стороны, мы вроде бы успешный регион, мы там по многим направлениям деятельности ниже пятого места не опускаемся, но не нужно останавливаться и успокаиваться на достигнутом, нужно двигаться вперед, нужно двигаться вперед, а для этого нужны усилия всех ветвей власти, в том числе и представительной власти, я имею ввиду Государственную думу и областную думу, и исполнительную властью. Спасибо, до свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова